Увеличивать доходную часть бюджета, привлекать инвесторов, создавать комфортную среду. Такие задачи перед властями Батаревского района поставил глава республики. В муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития и расставили приоритеты на текущий год. Подробности у Дмитрия Ковалева. Мы это ты страна! Российское движение школьников рулет! С порога и сразу на интервью. Перед тем, как встретиться с активом района, Михаил Игнатьев ответил на вопросы журналистов школьного телеканала. 2018 год посвящен Году добровольцев России. Как вы восприняли эту новость? Те лучшие практики, которые были в регионах Российской Федерации, они сегодня востребованы вообще в обществе. Так, если взять советский перед временем, я сам был в команде, тимурская такая была. Они помогали ветеранам. Перед волонтерами Михаил Игнатьев в долгу не остался. Общее фото на память и сразу после вручения свидетельства назначения стипендии от главы. В этом году ее обладателями стали 28 жителей Батаревского района. Глава региона отметил, что прошлый год для муниципалитета выдался успешным. Собран рекордный урожай зерновых, реализовано 15 инвестиционных проектов, увеличилась доля собственных доходов в бюджете района. В суммарном выражении доходы превысили прошлогодние показатели на 92 миллиона рублей. Рост поступления собственных доходов в целом по району к уровню 2016 года, включая бюджеты сельских поселений, составляет 105%. Мне нужна лично обратная информация, обратная связь от простых людей, от руководителей организации, для того, чтобы минимизировать свои ошибки при принятии управленческих решений. Есть сильные стороны у района, это на самом деле ценить, но и есть отдельные недоработки по отдельным вопросам, по отдельным отраслям, где мы должны потянуться в 2018 году и исправить ситуацию. Властям муниципалитета необходимо навести порядок в сфере ЖКХ. Долги за жилищно-коммунальные услуги в прошлом году выросли на 17%. На 1 января 2018 года сумма заложенной составляет 2 миллиона 153 тысячи. Просроченная 1 миллион 660 тысяч. Она увеличилась на 17% в течение 2017 года. Миллион 7 это долги управляющие компании как раз. А какая разница? Это сверх ЖКХ. С населением не собрали еще. Вот в этом проблема, в этом направлении работаем. В муниципалитете продолжают бороться с теневой занятостью. Только в прошлом году из-за работодателей, выплачивающих зарплату в конвертах, Батревский район недополучил порядка 70 миллионов рублей налогов. А это существенная прибавка в бюджет. Это заработную плату уплачивается НДФЛ. Соответственно, НДФЛ является для муниципалитетов серьезным доходным налогом. И, соответственно, каждое муниципальное образование сегодня в первую очередь должен работать над увеличением собственной доходной базы. Перспективы развития района глава региона обсудил с местными властями на рабочей встрече. В этом году вырастет сумма межбюджетных трансфертов для муниципалитета. И это позволит создать комфортную среду для местных жителей. Дмитрий Ковалев, Алексей Янекин и Владимир Синдеев. Республика.